Приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня готовлю очень вкусный, воздушный, невероятно легкий десерт. Для его приготовления подойдут любые ягоды или фрукты, и даже в замороженном виде. Я буду использовать черный виноград. Такой десерт, похожий на зефир, сделанный из винограда, получается очень ароматным, с концентрированным вкусом. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Для начала желатин заливаю водой и готовлю его согласно инструкции на упаковке. Мне нужно, чтобы мой желатин немного постоял и набух. После того, как он впитает в себя всю воду, я его немного нагрею в микроволновке. Ну а тем временем, помытый и освобожденный от веточек виноград я сложила в кастрюлю и помну его. Затем отправляю на газ и после закипания варю 2-3 минуты на умеренном огне. Получается такая слегка загустевшая масса, и теперь ее нужно протереть через сито до сухого жмыха. Друзья, у меня на канале уже есть рецепты великолепного виноградного конфитюра и виноградного пекмеза. Обязательно посмотрите, ссылки будут в конце этого видео. Итак, в итоге должно получиться 250-270 граммов фруктового пюре. Перекладываю его в кастрюлю, добавляю ванильный сахар и сахар и желатин. Я его слегка нагрела в микроволновке, чтобы он растопился. В общем-то, можно его добавить и так, не растапливая. Далее я все отправляю на плиту и, помешивая, хорошо прогрею. Кипятить не нужно. После этого дам массе остыть минут 20-25 и начинаю взбивать миксером. Сначала на средних оборотах, затем на высоких. В итоге все взбиваю минут 15, пока масса не станет пышной, не увеличится и не посветлеет. Разумеется, время взбивания зависит от мощности вашего миксера. В общем-то, можно взбивать и дальше, но мне достаточно. В итоге должна получиться такая густая тягучая масса. Дно и бока формы выстелила пищевой пленкой. У меня размеры формы 20 на 20 сантиметров и выкладываю взбитую виноградную массу. Разравниваю, убираю в холодильник. Через пару часов проверяю. Все отлично застыло. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А вы делали такое же лакомство и из каких фруктов или ягод? Лично мне этот десерт нравится именно из винограда или из черной смородины. Тем временем выкладываю пласт на доску и освобождаю от пленки. Нарезаю кусочками желаемой величины. Перед этим я слегка нагреваю нож над газом, чтобы он был чуть теплым. Тогда десерт к нему не липнет и легко режется. Посмотрите, какая получается красота. Десерт чем-то отдаленно напоминает зефир или пастилу, только гораздо воздушнее и нежнее. Он буквально тает во рту и имеет такую интересную пружинистую структуру, а также великолепный насыщенный вкус и аромат. Обязательно попробуйте именно из винограда. Друзья, смотрите на канале и другие не менее вкусные и интересные рецепты, подписывайтесь на канал. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!